В Кыргызстане разрешили использовать матчество наряду с отчеством. Решение было принято Конституционным судом страны и обязательно к исполнению для всех госорганов и должностных лид в стране. Поводом для судебного разбирательства стало желание активистки Алтын Копаловой дать своим детям матчество. Она мотивировала свой шаг тем, что отцы не участвуют в воспитании детей, поэтому их имена не должны значиться в свидетельствах о рождении. Государственная регистрационная служба подала иск против Копаловой. Дело прошло через все судебные инстанции и дошло до Конституционного суда, который встал на сторону женщины. Я хочу поблагодарить Конституционный суд за это решение и поздравить моего 16-летнего сына Копалова Данияра Алтыновича, который скоро пойдет получать паспорт и сможет взять мое имя в качестве матчества. Активистку при этом не удовлетворила оговорка судебного решения, согласно которому матчество можно будет использовать только после совершеннолетия. Судьи пояснили, что получение матчества при рождении в традиционном обществе может повлечь за собой применение различного рода стигм и буллинга. Копалова также написала в соцсетях, что при усмотрении дела столкнулась с чиновниками, которые, ссылаясь на многовековые традиции и прочие причины, добивались сохранения запрета на матчество. Активистка пообещала бороться за права женщин дальше и сообщила намерение обратиться в международные суды. В исламе запрещено относить детей к кому-либо, кроме отца. Даже если ребенок является приемным, новые родители сохраняют его отчество. В Коране по этому поводу сказано «Зовите их, приемных детей, по именам их отцов. Это более справедливо перед Аллахом. Если же вы не знаете их отцов, то они являются вашими братьями по вере и вашими близкими». Сура. Аляхзаб. Пятый аят. Тем не менее, решение матчества в Кыргызстане вступает в силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит. Ума-класс – это онлайн-школа для детей любого возраста. Вся школьная программа, официальное зачисление в любое время года, удобная IT-платформа, получение базовых шариатских знаний, углубленное изучение арабского и английского языков. Получите бесплатную консультацию на сайте умокласс.ру. Ссылка в описании.